Сегодня я хотел бы почитать книжку «Занимательный Мюнхгаузен». Вот она у меня в руках. Эту книжку написал много веков назад. Немецкий писатель Эрих Распе. В 1927 году на русский язык эту книжку перевел и пересказал наш великий сказочник дедушка Корнея Чуковский. В 1994 году мне попалась эта книжка в руки, и я решил ее проиллюстрировать. Я ее проиллюстрировал с большим удовольствием. Даже где-то я поучаствовал, как савтор Эриха Распе и Корнея Чуковского, дописал одну часть, потому что эта книжка состоит из трех частей. Мюнхгаузен жив, Мюнхгаузен жив, Мюнхгаузен будет жить. Так вот, первую часть биографическую написал я. Без ложной скромности, конечно, примазывал свое имя к великим писателям, но тем не менее, так получилось, что у книжки три автора. Книжка еще носит под заголовок «Пособие для начинающих баронов» в трех частях. Итак, давайте начнем читать эту замечательную книжку, которая любима многими поколениями. Прадедушек, дедушек, отцов, внуков, правнуков, праправнуков, ну и также и бабушек, правнучек. Так, надо сказать, что Мюнхгаузен в первой части своих приключений он попал в Россию, и многие приключения случались с ним в России, значит, он, кроме всего прочего, попал еще на русско-турецкую войну. Вот эта история как раз приключилась с ним на русско-турецкой войне. «За волосы» называется. Вообще, за время этой войны со мной было немало приключений. «Однажды, спасаясь от турок, попробовал я перепрыгнуть болото верхом на коне. Но конь не допрыгнул до берега, и мы с разбегу шлепнулись в жидкую грязь. Шлепнулись и стали тонуть. Спасения не было. Болото с ужасной быстротой засасывало нас глубже и глубже. Вот уже все туловище моего коня скрылось в зловонной грязи. Вот уже и моя голова стала погружаться в болото, и оттуда торчит лишь косичка моего парика. Что было делать? Мы непременно погибли бы, если бы не удивительная сила моих рук. Я страшный силач. Схватив себя за эту косичку, я изо всех сил дернул вверх и без большого труда вытащил из болота и себя, и своего коня, которого крепко сжал обеими ногами, как щипцами. Да, я приподнял на воздух и себя, и своего коня. Если вы думаете, что это легко, попробуйте проделать это сами. Субтитры создавал DimaTorzok